Шахеды, калибры и кинжалы. Этой ночью Украина пережила очередную комбинированную воздушную атаку. Под вечер Россия запустила дроны с юга. Несколько групп двигались через Николаевскую и Кировоградскую область курсом на Западную Украину. Взрывы слышали в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Также около двух часов ночи россияне запустили калибры с Черного моря. В это же время воздушные силы сообщили о взлете МиГа и пуске кинжала также в направлении Западной Украины. Всего шесть ракет разных типов и 23 шахеда запустила армия РФ этой ночью по Украине. Все цели, кроме одной, ракеты кинжал сбила ПВО. Кинжалом россияне ударили из Тамбовской области, сообщил командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По информации мониторинговых пабликов, эта ракета попала по Староконстантинову в Хмельницкой области. Но официальной информации пока нет. Также взрывы слышали в Ивано-Франковской области. Активно работало ПВО в Киевской и на Полтавщине. 12 пострадавших в результате авиаудара в Харьковской области в селе Дергачи. Среди них трое детей. Удар тремя авиабомбами россияне направили на жилой сектор шестеро пострадавших в больнице со взрывными травмами. В местной военной администрации сообщают, что от взрывов пострадали около полусотни частных домов. А также в двух микрорайонах частично перебиты линии электропередач и газогоны. Под регулярными обстрелами Любатин, Изюм, Купенск. Там враг постоянно обстреляет и реактивными системами залпового огня саме місто, и соответственно керованными авиабомбами. Намагается нищить транспортную инфраструктуру и навіть бьет ФПВ дронами безпосередньо по мирному цивильному населенню. Не говоря уже про те службы, які забезпечивают життєдіяльність самого міста. Их 13 раненых за минувшие сутки в Херсонской области. Россия не гатили по Днепровскому району. Под ударом оказался один из гуманитарных штабов. Пятеро мужчин пострадали, повреждены склады и машины, с помощью которых доставляли помощь людям. Близько 12 прилетів машины гуманитарного штаба. Разлеталось все. Досталось и частному сектору. Снарядами побито как минимум 10 домов, многоэтажки и частные дома. Там вспыхнули пожары. А когда их ликвидировали, россияне бросили взрывчатку с дрона. Спасатели чудом успели спрятаться. Так теперь выглядит жилье херсонцев после серии налетов. Как бахнуло, и окна повылетали, и все повылетало. И начал пожар. И потом еще пожар пошел, потом еще второй прилет. Эта семья вместе с детьми чудом спаслась. Во время обстрела они находились в доме. До этого, 25 июня, под огнем было 17 населенных пунктов Херсонского и Береславского районов. По сообщениям областной военной администрации, российские снаряды попали пожилым домам, учебным заведениям, гаражам и частным авто. Последавшие местные жители до сих пор приходят в себя. Николай, житель Херсона, был на кухне, планировал пить чай. Левой стороной стоял к окну. И тут сильный взрыв. Меня вот это посекло правую руку, это мышцы, там все это, осколки. И по голове попало. Оглох. Потому что как под водой был. Значит, ничего почти не слышал. Значит, ну кровь потекла, все это глаза заливало. А накануне вечером под атакой была Антоновка. Россияне сбросили с беспилотников взрывчатку на автомобиль. Пострадали двое детей и трое взрослых. 27 раз обстреляли россияне Донецкую область. Один погибший в Торецке. Еще 14 человек ранены, сообщил начальник военной администрации Вадим Филашкин. Уберечь жизни людей сейчас самое главное. За минувшие сутки от линии фронта в Донецкой области эвакуировали 230 человек, в том числе 28 детей. А что об этом думаете вы? Пишите в комментариях. Также подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Новости Донбасса», чтобы первыми узнавать самые главные события войны. Если вы, наш зритель, находитесь на оккупированной территории или в России, или заблокированы для чтения независимые СМИ, в число которой входят и новости Донбасса, то вот вам один из способов, как обойти блокировку. Загрузите и установите браузер СИНА, чтобы иметь доступ к правдивым и независимым информационным ресурсам. Ссылку вы найдете в описании к этому видео.